О последних этапах подготовки к празднованию 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне говорили на заседании Координационного совета при правительстве города по делам ветеранов. Денежные субсидии для помощи ветеранским организациям в этом году выделены в апреле, а не в ноябре, как в прошлом году. Об этом заявил заместитель председателя правительства Вячеслав Владимирович Гладков. Кроме того, он отметил, что завершается подготовка ко Дню Победы. 4 мая пройдет последнее заседание профильного оргкомитета. Говорили ветераны и о проблемах, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Больше всего жалоб поступает на работу единого расчетного центра. Расчет оплаты за жилищно-коммунальные услуги, медицинское обслуживание и повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. На сегодняшний день ветераны задают вопрос, вот почему сделали центральную оплату коммунальных услуг. Это очень неудобно. Небогато живут ветераны, но они могли бы откладывать деньги и какую-то одно направление надо оплатить. А тут нужно оплатить за все. И накапливаются вот эти долги. Это очень такой вопрос, который надо обратить на это внимание. Медицинские проблемы. Проблемы то, что не хватает в поликлиниках врачей. И приходится много сидеть, дожидать очереди, когда их примут. А то иногда не примут. Как это могло произойти? К дню защитника отечества лишаются всех льгот ветераны, которые пользовались, так сказать, на транспорте. К 1 мая лишаются льготы. И, ну, не льготы лишаются, а повышаются цены на все виды транспорта, включая электротранспорт. Ну, безусловно, это не продумано. Я думаю, что каждый здесь мыслящий человек понимает то, что это, если хотите, политическое... Ну, неужели нельзя было это сделать после праздников? Ну, на неделю, на две отсрочки это дело, чтобы люди, так сказать, с хорошим настроением это встречали. Чтобы записаться к терапевту на прием, которого, к сожалению, нет, две недели нужно ждать. Ну, это, безусловно, я думаю, для ветеранской общественности это не совсем подходит. Оплата за лифт и вывоз ТБО у нас по квадратным метрам. Я в лифте, за сколько время пользовался лифтом, ни разу не встречал квадратные метры в лифте. Ездит население. Вывоз твердых бытовых отходов опять за квадратные метры. Квадратные метры у нас не мусорят. Преиментарно. Контора заплатила за вывоз мусора. Разделить это количество, все, на количество жильцов. Получится стоимость одного жильца. И умножить его на проживание в квартире. Справедливое решение вопроса. Никто не будет обижаться, что он платит за кого-то. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Владимирович Овсянников пообещал проконтролировать работу единого информационно-расчетного центра в ближайшую неделю. А вопрос очередей в поликлинике городские власти постепенно решают, заверил он ветеранов. Можно до бесконечности ставить туда новую технику, увеличивать доплаты врачам. Это тоже нужно делать, привлекать новых врачей. И это тоже делаем, если вы видите бюджет этого года, благодаря законодательному собранию. Мы заложили все необходимые средства. Но сейчас элементарно наводим управленческий порядок, то, как организован прием врачей. Есть целый график. Дат, по которым поднимаются тарифы. Республика Крым нас обогнала. Троллейбус 12 рублей там стоит давно. Поэтому мы уже не могли затягивать. Но то, что размер был неправильно определен, 15 рублей, это факт. Мы поправили эту ситуацию завтра, что не в числе он будет возвращен, 12 рублей. Но рост мы не можем уже сдерживать, потому что мы не можем объяснить такие действия. Но с точки зрения льготников, на льготников это никак не влияет. Льготники у нас пользуются транспортом в соответствии с законом. Дмитрий Овсяников также отметил, что до конца года в правительстве разработают проект социальной электронной карты, которую севастопольцы смогут использовать в общественном транспорте. Председатель Севастопольского регионального отделения Российского союза ветеранов Владимир Ильич Романов также поднял вопрос о строительстве мемориального комплекса на мысе Хрустальном. Он считает, что лучший памятник сражениям Великой Отечественной войны должен стоять именно там. Нужно ветеранам вернуть память, потому что кровь героя Севастополя, которые здесь погибли, они не могут этого перенести. Значительная часть территории принадлежит Министерству обороны. И Министерство обороны само решит, как эту территорию использовать, наверное, по совместным договоренностям с правительством Севастополя. То, что касается земли, которая принадлежит городу, вот в этой части город в свободен выборе. И, во всяком случае, в проекте генерального плана, который еще не утвержден, но существует, и мы вот совсем скоро, 12 мая, будем обсуждать концепцию генерального плана, эта территория заложена как парковая. И мне так кажется, что идея с мемориалом, которая дорога севастопольцам, и десятилетия уже вынашивается севастопольцами, она никак не противоречит идее парковой зоны.